День защиты детей – это удивительный, чудесный праздник. Все взрослые 1 июня особенно проявляют заботу о детях, стремятся сделать их жизнь красочнее, радостнее и насыщеннее. Ведь детство у каждого ребенка должно ассоциироваться с радостью и беззаботностью. Но так бывает не всегда и не у всех. Социально-педагогический центр в городе Бресте – это учреждение, которого в идеале не должно быть, ведь каждый ребенок должен жить в любви, заботе с мамой и папой. К сожалению, родители не выбирают, а вот родители выбирают свой образ жизни, подвергая, будь то сын или дочь, одиночеству. И скрашивают здесь в центре это одиночество чужие для детей люди. Праздник у нас очень для нас значимый, знаковый – это День защиты детей. Мы, конечно, очень рады, что к нам приехали такие гости. Мы очень старались, очень ждали. И, конечно, будем продолжать этот день весело. Задорно, потому что этот день и закончится сегодня. Накануне Дня защиты детей к мальчишкам и девчонкам Брестского социального центра с подарками и поздравлениями заглянули долгожданные гости. Глава администрации Московского района Александр Прадун и заместитель главы администрации Алла Ульиницкая. С порога их ждала праздничная и интересная программа, которая создала настроение для всех присутствующих. Когда к мальчишкам и девчонкам центра совсем незнакомые люди проявляли внимание и заботу, в ответ они дарили гостям море улыбок, блеск в глазах. Ведь каждому так хотелось поделиться всем тем, что у него внутри, чем-то сокровенным, а также показать свои таланты. Чтоб мир на планете всей нашей царил, чтоб каждый ребенок счастливым здесь был. И пусть в жизни каждого будет семья, а чистого сердца желают друзья. Вот так благодаря талантливым мальчишкам и девчонкам состоялся по-настоящему праздничный концерт с песнями, танцами и стихотворениями. Каждый номер был по-особенному наполнен теплом и любовью. А все потому, что ребята готовились долго и усердно. Задумка была в том, что на 8 марта танцевали такое. И нам сказали найти идею такую, ну, типа, ну, станцевать что-то. И мы придумали, типа, искали по ютубам там лазили и наткнулись на этот танец 8 марта. Ну, и Андрей это танцевал, он это знает, типа, и мы решили за два дня попытаться его выучить. Мы его выучили, ну, и вот станцевали. Выступили мы нормально. Эмоции у меня остались положительными. Подготовка шла недели-полторы. Дружно мы, потому что каждый подбирает подход к каждому воспитаннику здесь и помогает, помогает. И пытается помочь по-своему. Такие разные, но такие талантливые мальчишки и девчонки подарили гостям заряд настроения и эмоции на весь день. Эмоции непередаваемы, и словами сложно описать эти чувства. В жизни зачастую не хватает действительно искренних таких светлых чувств, да, эмоций. И как раз-таки от детей ты заряжаешься, идешь вперед и двигаешься. Поэтому то, что сегодня подготовили детки, это мероприятие действительно заряжено полностью от начала до конца только положительными эмоциями. Чувствуется искренность, то, что они старались, готовились. И самое главное – это их смех, улыбки, которые они дарят. Ты сам, скажем так, чувствуешь и стремишься к чему-то большему и двигаться только вперед. Но какой праздник может быть без подарков? По завершению праздничного концерта каждый из ребят получил сладкие подарки. А директору школы глава администрации подарил сертификат на 3000 белорусских рублей для приобретения необходимого инвентаря или техники для центра. Субтитры создавал DimaTorzok